Выборы на этот раз будут двойными. 13 сентября сочинцам предстоит избрать и депутатов городского собрания, и губернатора Краснодарского края. Что же касается потенциальных народных избранников, то сейчас они подают документы в избирком и проходят регистрацию. Как обычно, претендуют на депутатское кресло и независимые кандидаты, и представители политических партий, десять из которых уже уведомили комиссию о проведении партийных мероприятий и выдвижении. Пока же документы сдали только три избирательных объединения. В целом это 16 человек – представители партии «Патриоты России», «Родина» и «Коммунисты России». Для того, чтобы выполнить условия закона, избирательная комиссия проводит проверку достоверности сведений, указанных кандидатами при выдвижении и регистрации. Для этого мы сотрудничаем с федеральными службами, такие как информационный центр ГУВД Краснодарского края, федеральная миграционная служба, в Краснодарском крае, также федеральная налоговая инспекция. Это и проверка сведений об образовании, проверка сведений биографического характера, а также проверка сведений о доходах, имуществе кандидатов. Все недостоверные сведения будут доводиться до сведений избирателей, для того, чтобы избиратели могли определиться, могут ли они голосовать за этого кандидата или нет. Проверку сведений городская избирательная комиссия продолжает. Большая же часть кандидатов собирает подписи в поддержку своего выдвижения. В зависимости от округа их должно быть от 31 до 37. Правда, некоторые от этой процедуры освобождены. Кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями КПРФ, ЛДПР, Единая Россия, Справедливая Россия, Яблоко, а также Коммунисты России, то есть шесть избирательных объединений, они освобождены от сбора подписей. Освобождены они в соответствии с действующим законом и потому, что на предыдущих выборах депутатов Государственной думы, выборах депутатов Законодательного собрания Краснодарского края, эти политические партии преодолели трехпроцентный барьер. То есть за них проголосовало более трех процентов избирателей на конкретных выборах. Из ныне действующих народных избранников срок решил продлить пока только один человек. Основная же часть кандидатов, а сегодня их 65 – самовыдвиженцы. Большая часть претендентов на депутатский мандат из сферы предпринимательства. Предвыборная агитация началась с момента выдвижения. Что же касается агитации в СМИ, то она стартует 15 августа. Последний день приема документов – 29 июля. Имена же всех зарегистрированных кандидатов по каждому одномандатному избирательному округу будут известны 8 августа. Продолжение следует... Продолжение следует...